12 сентября в Новосибирске состоится Сибирский фестиваль Бега. И сегодня у нас в гостях один из организаторов фестиваля Алена Курпас и победительница полумарафона прошлого года Елена Седова. Здравствуйте! Здравствуйте! Хотелось бы поподробнее узнать о фестивале Бега, потому что есть такая идейка, есть такое желание пойти попробовать себя и вот куда заявиться на короткую дистанцию, на полумарафон, хотя сомневаюсь. Расскажите мне о том, что же такое Сибирский фестиваль Бега? Ну, с удовольствием будем вас ждать, конечно, на наших стартах. Программа будет очень насыщенная, само мероприятие начинается в 10 часов утра. Значит, там будет приветственная речь с организаторов, главного судьи мероприятия. Забег полумарафонцев состоится в 13.00. Но есть еще очень много разных забегов, это роллеры, будут бежать школьники разных возрастных категорий. В группу школьников, пожалуйста. Вот, и еще один из основных забегов, это массовый забег 3.600, его старт будет в 12.40, там бегут все желающие. Абсолютно любой желающий может встать на дистанцию и пробежать эти заветные километры. В этом же забеге очень много участвует корпоративных команд от разных фирм, они бегут большими своими командами, в майках, с флагами. Это соревнования или просто массово собираемся из-за здорового? Нет, но они бегут в общем забеге на 3.600, соревнуются со всеми на равных условиях, но это такой командный дух, такая корпоративная политика, они тренируются. То есть, если что, друг друга там понести можно, то есть помочь. Конечно, да, поддержать. Вот, помимо забегов основных, которые будут, значит, осуществлять взрослые школьники и роллеры, у нас есть еще забеги такие, как чемпионат ползунков знаменитый, когда бегут малыши до 9 месяцев. Для них есть специальная площадка у нас возле Краеведческого музея. У них дистанция, конечно, поменьше, всего 7 метров. Вот, но это тоже очень увлекательное такое мероприятие. Слушайте, а как они бегут? Если не побежите, то приходите посмотреть. А как они бегут-то? Как это происходит? Ну, они не бегут, они ползут, потому что бегать они еще не умеют. Так, и с этим мы разобрались. А я не знаю, как сказать ребенку, что ну, давай, беги. Ну, у нас есть родители, вернее, у них, которые активно помогают своему ребенку преодолеть эту дистанцию. Нельзя трогать ребенка на дистанции, они должны его либо завлекать чем-то, ну, либо ребенок самостоятельно видит финиш и стремительно бежит к нему. А есть такие? Есть. Несколько лет, год-два назад у нас мальчик стартанул и преодолел эту дистанцию за 19 секунд, пока его рекорд не побит. Слушайте, а какая дистанция-то? Сколько? Семь метров. Семь метров? Да. Да вы что? Семь метров. А что делать с другими детьми, которые, ну, я не хочу бежать? Ну, есть и такие, которые просто остаются на старте, сидят, разглядывают других малышей, разглядывают наш шатер, дорожки, просто остаются. Ну, они все получают диплом участников чемпионата ползунков, поощрительные призы от партнеров, вот, поэтому в их памяти все равно останется этот день. Ну, а есть какие-нибудь ухищрения, которые мамы придумывают, там, не знаю, как-то специальным образом их конфеты? Фантазия родителей на самом деле безгранична. Несколько лет родители уже придумывают разные штучки. Кто-то приносит ковер, на котором лежат всякие гаджеты, культы, ключи, кто-то приносит фен, и ребенок за ним бежит. А в позапрошлом году у нас был случай, когда родители принесли швабру, и ребенок за ней активно бежал, причем он занял второе место. То есть нету никаких запрещенных предметов? Все приносите, главное, чтобы ребенок бежал. Конечно, все, главное, чтобы они завлекали его. Ну, а кто чаще все-таки побеждает? Дети постарше, дети помладше, или это как-то... У нас делится на категории, мы их делим от 5 до 7 месяцев, и от 7 до 9 месяцев. Естественно, малыши, они менее активные, 5-месячные, потому что они только, собственно, начали ползать, для них это вообще первые такие шаги. О, что я делаю, что я делаю. Вот. Ну, их поменьше, конечно, в участниках, поэтому основные рекорды ставят дети постарше. 9-месячные, 8-месячные, вот. Ну, и, конечно, мальчики бегут быстрее, чем девочки. Они как-то поактивней. А есть ли заслуженные уже бегуны? Вот ползуны, я бы их назвал так, наверное. Ну, мы же не знаем дальнейшую судьбу наших ползунков, как они стали уже на ноги, и что они... Может быть, они уже участвуют в сибирском фестивале бега, вместе с родителями в массовых забегах. А вот, но к нам приходят родители на каждый чемпионат ползунков, бывших участников, и спрашивают, например, побито ли их время. Кто-нибудь пробежал быстрее их или нет. Ну, в общем, это мероприятие достаточно яркое, такое общегородское, и пользуется популярностью у жителей Новосибирска. Ну что, спасибо вам большое. Мы сейчас сделаем небольшую паузу и продолжим дальше говорить о фестивале бега. А мы продолжаем говорить о сибирском фестивале бега, и далее мне бы хотелось обратиться к вам, Елена, как, так сказать, победителю полумарафона прошлого года. Кстати, да, у нас есть медаль, вот такая вот прекрасная медаль. Она позолоченная. Скажите, сложно было завоевать эту медаль? Выигрывать всегда сложно, но победителя после финиша посещают такие чувства, что какая-то легкость появляется, поэтому, с одной стороны, я могу сказать, что это было сложно, да, но, с другой стороны, я победила, поэтому, наверное, мне было легче, чем остальным. Вот я хочу прийти к победе. Сейчас мне нужны точные советы, с чего мне нужно начать. Я пришел на полумарафон, хочу бежать. Куда мне? К кому обратиться? Ну, во-первых, я бы посоветовала вам это сделать немножко раньше, потому что к полумарафону подготовиться за 5 с небольшим дней – это, конечно, немного авантюра, но все же у вас есть шансы. Заявиться можно 10 и 11 числа. Это будет проходить по адресу Сибирская, 54, в здании нашей школы спортивного мастерства. Для этого вам понадобится паспорт, по-моему, оплатить стартовый взнос, и обязательно медицинская справка, в которой будет указано, что вы допускаетесь врачом для бега на полумарафонскую дистанцию. То есть все-таки просто так никуда не пробежишь? Ну, конечно, нет, потому что все-таки это же серьезное мероприятие, 21 километр для здоровья опасно. Хорошо. Итак, внесли, сделали, подписали, дальше мы что делаем? Вы получаете номер, какую-то рекламную продукцию, и, собственно говоря, 12 сентября в субботу приходите, разминаетесь, и в час происходит старт у женщин, а, по-моему, на 7 минут позже, потому что есть некий гандикап у мужчин, и, соответственно, в час 07 вы стартуете, и перед вами 6 кругов и 21 километр. Я немножко прослушал вот слово, которое было в самом начале между, потому что я не понимаю, расскажите, что это. Ну, это небольшой резерв по времени, который дается женщинам, так как мы слабее, и нам, соответственно, надо побыстрее убежать от мужчин, поскольку всегда в рамках фестиваля проходит определение абсолютного победителя, и женщинам дается, ну, временной период, 7 минут перед мужчинами, и, соответственно, если мужчины догоняют и обгоняют, тогда абсолютным победителем признается мужчина, а если женщина уносит ноги, то тогда она... Но, наверное, вот дистанция 21 километр, все-таки это большая дистанция, и нужно как-то правильно ее бежать. Вот есть какая-то стратегия для этого? Ну, у каждого, конечно, разная стратегия, но, в принципе, конечно, это тактический бег в любом случае, и многие оставляют финишный рывок на финиш в основном, но у кого-то это финиш может быть и 5 километров, у кого-то и километр, а кто-то это делает только там последние 500 метров, и здесь уже ориентируются на соперников, поскольку довольно тяжело встать и полумарафон пробежать в одиночку, все равно бегут в основном в толпе, но вот в прошлом году такого не было, в прошлом году через 5 километров я решила, что все-таки можно бежать немножко побыстрее, начала убегать, и когда мой тренер увидел, что после 5 километров я решила сделать шаг, он просто не знал даже, что мне сказать, и потом такой, ну беги, раз уж начала, тогда придется бежать дальше одной. То есть помогает, присутствует в это время тренера, кто-то поддерживает. Да, полумарафон проходит на площади Ленина, 6 кругов нужно бежать, и соответственно там, где встанет твой тренер, он может тебя 2 раза в течение круга поддержать, что-то сказать, наставления какие-то дать, водички дать попить. Ну а больше профессионалов все-таки бежит полумарафон или таких любителей? Ну вообще фестиваль бега основан как именно для того, чтобы была популярна легкая атлетика, для того, чтобы народ оздоравливался, видел, активный образ жизни вел, но, конечно, бегут и профессионалы, не могу сказать, что их там больше, чем любители бега, потому что все-таки массовый забег такой. Ну в этом году еще проходит чемпионат России в рамках фестиваля бега, поэтому будет больше количества профессионалов, я думаю, чем в прошлом году. Ну вообще, конечно, для любителей это больше делается. Но сможет ли победить человек непрофессиональный в полумарафоне? Есть ли у него шанс? Шанс есть всегда и у всех. Чтобы всех знали, что... Да, но, конечно, в этом году это будет сделать сложнее, потому что чемпионат России, но в принципе есть такие старты, например, на марафоне Сим, который проходил в Омске, несколько лет назад победил просто любитель бега, который после финиша сказал, ребята, я не думал, что я претендую на победу, я бежал для себя. Потому что было очень жарко, профессионалы все посходили, а любитель бега, он бежал, он получал удовольствие максимум от этого, поэтому и выиграл. Ну, мне просто интересно. Я знаю, что лыжники, когда приезжают, завершают большие длинные дистанции, они после финиша просто падают в снег, там, отдыхают. Что происходит после того, как ты пробегаешь 21 километр? Во-первых, что вы чувствовали? Ну, в прошлом году я первый раз победила на полумарафонской дистанции, и для меня это, конечно, был большой успех. Я не ожидала этого, потому что за неделю до этого я бежала полумарафонно на чемпионате России, где знала четвертое место, и все-таки у меня были некие сомнения. Но когда я прибежала, у меня первое, что было, у меня просто были на глазах слезы, подбежал мой тренер, он, как по совместительству, мой отец. Вот, и я просто упала к нему на плечи, начала рыдать, конечно, и... Действительно, победа – это то, к чему нужно стремиться, и то, к чему нужно прийти. Вот от победы, точнее, победа зависит от многого. Во-первых, это может быть номер, да, который ты получил, счастливый, несчастливый. Есть такие суеверные люди. Вы, кстати, суеверные? Спортсмены все суеверные, я вам так могу сказать. Даже любой спортсмен, который скажет, нет, я не верю, тем не менее, он там завяжет, там, шиповочки с одной ноги оденет, номерочек так прикрепит. Есть такое у любого спортсмена. А вот тут поподробнее, а как тут вот это все располагается, от чего это зависит? Ну, если, кстати, вы хотите принять участие в полумарафоне, то вам следует подумать о том, как будет крепиться номер, чтобы, во-первых, форма не натирала, потому что бежать – это не 10 минут, это лидеры бегут чуть больше часа, а, в принципе, лимит установлен 4 или 5 часов, я, если честно, не помню. Ну, то есть вам надо это учесть, что у вас должны не развязаться шнурки, не должно нигде натереть, и булавочки, которыми прицепляется номер, тоже не должны вам мешать. Теперь я предлагаю поговорить о стимуле все-таки, который, ну, заставлять, может быть, изменить жизнь, потому что люди приходят, видят, бегут люди, хотят присоединиться, вот здоровый образ жизни начать вести. Вот откуда взять вот этот стимул, откуда толчок вот этот получить? Ну, для профессиональных спортсменов конкретно эти соревнования стимулом служит и в том числе финансовая поддержка, потому что солидный довольно призовой фонд, и поэтому многие спортсмены приезжают для того, чтобы получить некие коммерческие выгоды. Но мотивация, может быть, у каждого своя, я думаю, начиная с детства. Ну, а в детстве мы поняли уже, что есть швабра у нас, да, есть у нас ключи, здесь все просто. А как дальше вот продолжить, ну, я не знаю, стал ты постарше, научился ходить? В конце концов, ну, уже можешь решать, куда тебе, чем заниматься. Как вот смотивировать себя? Ну, для этого, в принципе, Федерация спорта и устраивает Сибирский фестиваль бегов каждый год для того, чтобы популяризировать спорт, здоровый образ жизни и привлечь больше людей, жителей Новосибирска к этому мероприятию, чтобы они занимались легкой атлетикой, ну, или, в принципе, каким-то спортом там. У нас же не только бег, у нас же еще есть роллеры, которые бегут свою дистанцию. Поэтому я думаю, что наше мероприятие – это и есть та мотивация, которая может помочь людям. Спасибо вам большое. А я напоминаю, что у нас в гостях были организатор Сибирского фестиваля бега Алена Курпас и победительница полумарафона прошлого года Елена Седова. До встречи 12 сентября.